Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 15 июня принято решение о назначении выборов депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики, а также выбора представительных органов муниципальных образований на территории Луганской Народной Республики. Таким образом, на территории Луганской Народной Республики проходят 29 избирательных кампаний. Первая по выборам законодательный орган Народный Совет Луганской Народной Республики, а также 28 избирательных кампаний по выборам органов местного самоуправления на соответствующих территориях. Таким образом, в Луганской Народной Республике в единый день голосования будут избраны 565 депутатов местных советов на территории каждого города и района Луганской Народной Республики сроком на 5 лет. На выборах депутатов Народного совета Луганской Народной Республики, а также на выборах депутатов органов местного самоуправления, избиратели Луганской Народной Республики предъявляют для получения бюллетеня следующие документы. Это паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий. Также стоит отметить, что в избирательной комиссии Луганской Народной Республики установлен дополнительный перечень документов, удостоверяющих личность избирателя. Это паспорт гражданина Луганской Народной Республики, паспорт гражданина Украины, изготовленный в любом виде. Также удостоверение личности офицера, военный билет и иной документ, удостоверяющий личность. Эти документы предъявляются одновременно с документом, подтверждающим регистрацию по месту жительства на территории Луганской Народной Республики. Одним из приоритетных направлений является обеспечение избирательных прав маломобильных граждан. В случае, если гражданин не может в дни голосования прибыть на избирательный участок, реализовывается его право путем подачи соответствующего заявления в участковую избирательную комиссию, в которой он указывает, что он желает проголосовать на дому, и участковая избирательная комиссия выйдет и обеспечит его избирательные права. Избиратель, находящийся в дни голосования не на территории своего избирательного участка, может проголосовать на территории другого избирательного участка на выборах депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики. С 10 августа по 4 сентября необходимо подать заявление в соответствующую территориальную избирательную комиссию, в многофункциональные центры, либо через портал госуслуг. Также участковые избирательные комиссии будут принимать аналогичные заявления в период с 30 августа по 4 сентября. В дежурную часть отдела МВД России «Краснолучский» поступило заявление от гражданки 1932 года рождения о том, что у нее пропали денежные средства в размере 140 тысяч рублей и 400 евро. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Луганской Народной Республике совместно с сотрудниками уголовного розыска и участковыми уполномоченными отдела полиции за совершение преступления задержаны граждане 1997 и 1981 года рождения. «Задержан за кражу. Пошли работать к бабушке. Она нас позвала на работу. Когда мы заносили в комнату коней спальню USB, она куда нам сказала изначально, куда его поставить, мы взяли, отодвинули стол. В тот момент, получается, были там денежные средства. И получилось, своровали мы эту денежку. Ушли. Потом еще раз вернулись. Опять же, своровали деньги. Ушли. Потом приехали к ней на следующий день. Она сказала, чтобы доделали там ремонт. Это находился линолеум в соседней квартире. Я пока пошел этим моментом взять линолеум. Еще раз полез, украл огромную сумму. Я полностью раскаюсь в содеянном. Прошу извинения, прощения бабушке, что я так поступил, что так произошло. Бабушке делали ремонт. Не потянулась рука, у бабушки взяли деньги. Раскаиваясь в этом, вернем в полной сумме бабушке. Больше такого в жизни не повторится. Получены признательные показания, изъяты вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом А, части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится дальнейшее расследование. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ребенок-пассажир Профилактические мероприятия с таким названием будут проводиться на территории Республики в период с 23 по 30 августа и с 11 по 18 сентября. Цель – сохранение жизни и здоровья детей, снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с их участием. Об этом сообщают ВОГИ БДД, МВД, ЛНР. Маршруты патрулирования нарядов ДПС будут приближены к образовательным организациям. Дорожные полицейские усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения. Особое внимание будут обращать на выполнение требований перевозки детей в салоне автомобиля. Госавтоинспекция ЛНР настоятельно рекомендует использовать детские удерживающие устройства, соответствующие весу и росту ребенка. И напоминает, что находясь в салоне автомобиля в качестве пассажира, ребенок целиком и полностью зависит от водителя. Новости телеканала Луч Новости телеканала Луч